мы находимся на бульваре перова здесь произошло столкновение рено логан и кареты скорой помощи но мы видим что оперативно полиция убрала с проезжей части рено логан разбита задняя часть и мы видим что разбита передняя часть в каре у кареты скорой помощи добрый день прокомментируется на что-нибудь да да расскажите ну как произошло столкновение писать а журналист да 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 телекомпания чпф магнолия тв да 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 пассажиры такси то есть в движении вас въехала скорая помощь получается вам надо скорая медицинская помощь его ссадина на голове не нужна была показали помощь а у вас осмотрели уже да пытались угу вот просто разбраться смотрите свет можно выключить а мы с ним ведем съемку да угу вы а в это внутри в карете скорой помощи был какой-то там ну больной скорая двигалась с огнями или нет без огней да 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 идем хорошо спасибо со слов пассажира рено они двигались по бульвару и в какой-то момент в них влетел влетела карета скорой помощи сзади это автомобиль ford пока неизвестно был ли на борту больной ехал ли скорая с огнями ну вот присутствующий на месте водитель он заполняет протокол пока ничего не комментирует на место дтп также прибыла еще одна карета скорой помощи да доброй ночи доброй ночи могли бы нам рассказать что здесь произошло мы приехали только оказывать помощь помощь кому нашим коллегам так вот а как бы у коллеги и потерпевшим да и потерпевшим с такси сколько потерпевших скажите пожалуйста ну водитель нормальный а пассажир скорой помощи ой вернее такси такое слово мама в три приема пьяненький хуянец ко всем тут кидается ага мы приехали ему оказать помощь он у нас покидался покидался а потом решил отказаться чтобы никуда не ехать но его хотели забирать скажите в врачи скорой помощи пострадали или нет 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 все нормально а был ли у них там больной на внутри нет они ехали на подстанцию а ехали уже с вызова на подстанцию с огнями без огнями ну без огней же наверное да я не знаю мы что приехали оказывать помощь на вызов приехали а мы ж не увидели но мы видим что удар сзади в такси это водитель по какой причине скорая помощь ехала на зеленый свет ага да а такси выскочил на красный там еще есть камера полиция сказала что сейчас будет еще снимать показания с камеры просто сейчас такси стоит на обочине ее откинуло или ее поставил ну уже отогнали на обочину мы приехали она так и стояла ага но удар произошел на самом перекрестке ну скорее всего что иначе потому что судя по осколкам так начинается аж оттуда угу потому что пассажир такси утверждает что они ехали по прямой и в них сзади въехала скорая в такси он по моему перед собой вообще ничего не видел я понимаю выпивший человек да не просто выпивший угу ну вот так вот больше мы же ничего не знаем мы приехали оказать помощь он отказался ну теперь забираем вещи наших коллег угу с машины чтобы разгрыли угу ну и все хорошо спасибо да не за что да берегите себя спасибо угу вот значит по предварительной информации столкновение произошло на перекрестке как утверждает вот сотрудник одной из карет скорой помощи столкновение произошло на перекрестке от удара рено откинуло на обочину ну в таком положении машины и остались ну скоро еще какое-то расстояние проехало в момент ударов в салоне такси находился один пассажир у него есть небольшая травма головы судя по гематоме но от госпитализации он отказывается врачи скорой помощи не пострадали они двигались с вызова на подстанцию и как утверждает вот сотрудник одной из карет скорой помощи двигались на зеленый сигнал светофора поэтому предварительная информация в дтп виновен водитель такси по предварительной информации в данную минуту водители оформляют протоколы ну я надеюсь пообщаться еще с самим водителем такси напомнили что в Ну, для тех, кто только что подключился к нашему эфиру, хочу рассказать о том, что узнал Значит, на бульваре Перова произошло ДТП, столкновение двух машин Это карета скорой помощи Форд и Рено-Такси Значит, столкновение произошло на перекрестке По предварительной информации, скорая двигалась с вызова на постанцию и двигалась на свой зеленый сигнал светофора Ну, вот в какой-то момент на перекрестке произошло столкновение, от которого Рено выскочило на обочину В момент столкновения в салоне Рено-Такси находился пассажир У него небольшая гематома головы, но от госпитализации он отказывается Врачи скорой помощи не пострадали Угу Водитель Рено в данную минуту оформляет протокол Ждем, чтобы пообщаться с ним Узнать его версию произошедшего ДТП Водитель Рено-Такси Водитель Рено-Такси Пакет Водитель Рено-Такси Водитель Рено-Такси Водитель Рено-Такси Почметить Мердом А могли вы нам прокомментировать? Я приехал уже. Ну вы уже пообщались с водителем скорой? Да, он с келом что-то рассказал? Сказал, выехал на красный. То есть, скорая двигалась на свой зеленый, а с перекрестка Рено, по вашим словам, выехал на красный. Произошел удар, от которого сюда выскочило Рено. Водитель, доктора, бригада все целы, все здоровы? Да, все нормально. Ну вот, получили пока предварительную версию этого ДТП от представителя. Ну, гаража скорой помощи, который на месте, он пообщался с водителем кареты скорой помощи. И с его слов стало известно, что действительно карета скорой помощи двигалась на свой зеленый по бульвару. А на перекрестке Рено Логан поворачивала, соответственно, на красный. Произошел удар, в результате которого вот Рено Логан выскочила на обочину. К счастью, люди в ДТП не пострадали. Мы остаемся на месте. О подробности этого происшествия смотрите в вечерних новостях телеканала ЧПИнфо в 19.00. Берегите себя.